Возложение цветов, слова благодарности, минута молчания. На территории школы номер 17 в микрорайоне Новая Трехгорка торжественно открыли новый исторический памятник. Сейчас здесь вокруг нас многоэтажки, благоустроенный район, новая отличная школа, а когда-то именно здесь проходила одна из линий этой самой московской зоны обороны. Если отойти в лес, там до сих пор окопы и землянки видны. Толпаки здесь такие были тоже возле Минского Можайского шоссе. Он вернулся на свое родное место, чтобы нам служить символом. Школьники признались, что учиться рядом с артефактом Великой Отечественной для них почетно. Уроки истории станут гораздо интереснее, считает директор школы. Возле этого мемориального комплекса мы планируем проведение различных патриотических мероприятий, бесед о войне, уроков мужества и различных других мероприятий, которые позволят, помогут нам именно в патриотическом воспитании наших учеников. Этот противоосколочный железобетонный пулеметный колпак 1941 года найден в деревне Лапино. Большая удача для поисковиков. Теперь в Трехгорке есть свой, пока единственный мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Очень такое будет важное место поклонения. Новая Трехгорка. Здесь не было войны. Здесь очень много живет людей. И, конечно, вот такие праздники, минуты памяти, дни памяти, славы, линейки, торжественные мероприятия, конечно, они будут проходить вот у этого славного памятника. В 80 лет оборонительное сооружение весом полторы тонны пролежало в земле. Казаки Одинцовского хуторского казачьего общества, поисковики, местные жители, единороссы подключились к работе по извлечению колпака, его перевозке и установке в школьном дворе. Определенные вещи мы делали в авральном режиме. Тут ребята и после работы ночью работали. Но с Божьей помощью успели, все сделали. Для артефакта оборудована площадка, установлено ограждение. На табличке подробная информация. За состоянием памятника будут следить Одинцовские партийцы в рамках проекта «Историческая память». Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.